Всем привет! С вами Юля Симуля и сегодня я делаю обзор на новый каталог, который называется Романтический сад. Этот каталог вышел час назад, сегодня 9 февраля, и я уже его купила и готова обозревать вместе с вами. Этот каталог приурочен к дате 14 февраля, потому что скоро день влюбленных, скоро день Святого Валентина, и как раз-таки Романтический сад очень будет в тему. В этом каталоге появляются два новых предмета взаимодействия. Это колодец желаний и фонтан. Меня очень интересует колодец желаний, потому что он исполняет желания наших симов. Туда можно бросить монетку и получить богатство, любовь и много чего другого. Я больше всего жду от этого колодца. Я не знаю, чего я жду, но я надеюсь, что он оправдает мои ожидания. Кроме колодца и фонтана появляется очень много предметов для сада, то есть для дворика. Это разные растения, цветочки и так далее, для того, чтобы наши сады были еще красивее. А также появляются некоторые предметы одежды и прически. Ну что я говорю, давайте зайдем и на все это посмотрим. Обозревать этот каталог мне помогут Эйприл Стекеленбург и ее муж Джаред. Что-то у него фамилия Грант, не знаю. Я их скачала еще молодыми. Они у нас молоды. Вообще, на самом деле, в династии они уже взрослые, но я думаю, что для этого каталога, для обзора каталога можно сделать их молодыми, красивыми, чтобы посмотреть на прически и на одежду, которые добавили и появились, которые с этим каталогом. К сожалению, в кассе не так уж много предметов появилось, но тем не менее, они есть. И, конечно же, мы начнем с вами с причесок, с женских причесок, которые, к сожалению, в очень небольшом количестве. Для женщин добавили только одну прическу. Но она, кстати, очень красивая. Давайте вот покажу. Она классная, замечательная прическа. Единственный минус это то, что она одна. Правда, очень мало добавили, потому что в основном делается, конечно же, в этом каталоге упор на вещи, на предметы строительства, именно на травку всякую, на кусты и на цветочки, потому что каталог называется сад. Все-таки романтический сад в первую очередь, поэтому причесок и одежды очень мало. Но прическа, на самом деле, шикарная. Мне она очень нравится. Она идет Эйприл очень идет. Боже мой, она просто великолепна во всех раскрасках. Правда, мне очень понравилась прическа во всех цветах и в рыжем. Боже мой, какая Эйприл шикарная. Если бы она была рыжая, это было бы просто супер. Жалко, что она не рыжая, но я надеюсь, что ребеночек у нее родится рыжим в папочку. В общем, классная, замечательная прическа для женщин добавилась. К сожалению, только одна. И давайте посмотрим на вещи, которые появились. Я не знаю, головные уборы и аксессуары нет, к сожалению, неток в этом каталоге. Давайте посмотрим на предметы одежды наверх. Что у нас тут сверху добавились в романтическом саду? Нам добавилась только одна одежда, потому что вот это, к сожалению, с каталога, с дополнения на работу. Не знаю, что оно здесь делает. Вот такая замечательная кофточка. В принципе, простенькая. Ничего сверхъестественного. Я бы даже сказала, что обычная кофта. Но для разнообразия пойдет. Вот давайте посмотрим разные раскраски ее и посмотрим, что же нам добавилось внизу. Так, я сниму, наверное, чулки с Эйприл, чтобы лучше рассмотреть юбки или что там еще у нас появилось. Брюки какие-то. Я просто еще не смотрела. Ой, блин, ребят, только одна юбочка. Это как-то мало. Вообще обделили касс. Я думала, что будет побольше одежды. Но, видите, одна только футболка, одна юбка. Но юбка мне нравится. Юбка нравится мне больше, чем футболка. Она такая вся цветастая, наверное, потому что романтический сад. Может быть, потому что цветы, тема этого каталога и все такое цветастая. Юбка мне на самом деле нравится. И она не очень короткая. Потому что, вот не знаю, очень часто делают либо очень короткие юбки. Либо какие-то непонятные длины. Вот эта длина мне на самом деле нравится. И давайте посмотрим на предметы одежды в полный рост. Добавились ли какие-то платья? Да, у нас три платья. С платьями дела получше. Во, вот это платье мне очень нравится. Да, давайте посмотрим на его перекраски. И посмотрите, это тоже цветы. Это, похоже, по-моему, розочки. Каталог называется Романтический сад. И я повсюду вижу во всех предметах что-то, указывающее на сад, указывающее на цветы. Платье очень симпатичное, красивое. Я думаю, что Эйприл, оно подойдет. Она у нас вообще девушка, которая любит носить темные тона. Поэтому я бы ей, наверное, даже розовое ставила. Хотя не совсем темное, но ей идет. Так, еще одно платье появилось. Во, прикольное. Мне тоже нравится. С одеждой в полный рост. Здесь все очень хорошо. Если футболка так себе, юбка хорошая, футболка так себе, лично на мой вкус, то платье мне даже очень-очень нравится. Давайте посмотрим. Замечательные вот эти вот волны такие, воланы идут. Хорошая платьишка с застежкой, с поясочком. Хорошая, да. Но мне кажется, что вот это лучше. Я его, наверное, все-таки оставлю Эйприл. И еще, ага, это костюмчик. Это шорты и пиджак. Кстати, пиджак довольно-таки интересный. Он не однотонный, а вот такой с градиентом переходящим. Очень прикольно. Кстати, вот такого действительно не хватало. Если брать вот однотонный пиджак, то он все-таки не так смотрится. А вот эти вот переходящие цвета, это очень красиво. Давайте посмотрим еще, какие есть цвета. А так, ну, однотонный. Во, вот это вообще супер. Вот это бомба. Вот это мне больше всего, наверное, нравится. Ну, сейчас еще посмотрим. Да, прикольные наряды. Но я все-таки, наверное, нашу Эйприл одену в платьишко. Потому что оно мне понравилось больше всего. Давайте или вот это оставим, или это. Ну, пусть пока в этом будет. И посмотрим, есть ли здесь у нас обувь. Так, обуви, я так понимаю, нет. Обувью обделили. Давайте тогда Эйприл оденем какую-то розовую обувь, чтобы подходила под цвет платья. И чтобы она у нас была такая вся счастливая, довольная. Вы знаете, что в династии она у нас сейчас беременна и скоро станет мамой. Я очень надеюсь, что у нее родится девочка, рыженькая девочка, так как хочется разнообразия. И надеюсь, что глаза у нее будут голубые. Ну, посмотрим. Посмотрим. Не будем загадывать. И давайте посмотрим на парней, потому что для них тоже кое-чего добавили. Ну, опять-таки, добавили всего и очень мало. Причесочка у парней всего лишь одна. Но я вам скажу, тоже очень-таки неплохая. Мне прическа понравилась. И я не буду менять прически ни Джареду, ни Эйприл. Хотя Эйприл, да, она идет. Ребят, но я не люблю менять прически. Ну, честно, я вижу, что она красавица. И вы сейчас, скорее всего, напишите и попросите, чтобы я Эйприл одела эту прическу. Но вы знаете, что в династии она у нас уже взрослая. Поэтому даже не знаю. Нет, скорее всего, я не буду ей менять прическу. Пусть в обзоре побудет у нас с этой прической красивой. А вообще пусть остается со своей старой. Так, ну вот, прическа для мужчин мне нравится. Вносит разнообразие, потому что обычно мужчин обделяют в Sims и добавляют им всего мало. Смотрите, им обувь добавили. Нифига себе. Женщинам обувь не добавили, а мужикам добавили. Давайте посмотрим. Ничего себе. Им и одежды больше добавили. Что-то этот каталог больше ориентирован на симов, нежели на симок. Ну, боже мой, ребята, ну что это такое? Ну что это ужас какой-то? Нет, нет, я такое носить не буду, потому что это слишком цветастая. Ну вот, если в клетку, то мне нравится. Но цветы, мне кажется, что для симов это излишне. Девочке можно одеть платье с цветочками, но мужчине пиджак с цветочками это как-то слишком. Если он, конечно же, у нас не эстрадный какой-то певец, а Джаред у нас таковым не является, поэтому этот пиджак он у нас носить не будет. Давайте посмотрим еще. Ой, рубашка, прикольная рубашка. Ну, рубашка мне нравится. Я надеюсь, что она не такая цветастая. Да, зря, конечно, я надеюсь, потому что она тоже ориентирована под сад, чтобы повсюду были цветочки, чтобы все было красиво. Сама футболка мне нравится, но раскраска слишком яркая. Ну вот, не знаю даже, что-то слишком она яркая. Я бы выбрала, наверное, что-то вот такое более спокойное и более не кричащее для мужчин. Так, у нас идет свитер. Ну, вот этот свитер я бы уже одела скорее пожилому даже симу, нежели молодому. Хотя, в принципе, зимой и весной можно одеть и молодому, и даже подростку. Давайте посмотрим на его перекраски. И меняется, как вы видите, у нас цвет самого свитера и футболки, которые под низом. Так, еще у нас добавилась жилетка. Это уже более какой-то официальный стиль. Красиво, кстати. Можно даже так жениться. Я не знаю, можно или нельзя, но нормально, пристойный такой наряд, более официальный. Джареду, кстати, идет. Да, он у нас такой сразу серьезный становится. И прическа ему это, если честно, идет. Он вообще мальчик у нас симпатичный. На Тревор похож на своего дядю и на Юстаса, на своего папу. Конечно же, сразу видно, что это бейкеры. Так, давайте посмотрим. Все, я посмотрела на жилетку, да, показала вроде бы все ее варианты перекраски. Но, вот вы знаете, вот жилетка мне нравится цветастая. А когда цветастая рубашка, это как-то слишком, мне кажется, кричащая и слишком вызывающая. Еще одна жилетка вместе с шарфиком, таким вот шарфиком. Ну, не знаю. Мне кажется, шарфик здесь лишний. Хотя, нормально. Для разнообразия подойдет. Тоже такое более-менее яркое, но, слава богу, не в цветочек. Потому что цветов здесь, правда, слишком много. Давайте посмотрим на нижние варианты одежды. Я, пожалуй, Джареду оставлю, наверное... Не знаю, что ему оставить. Давайте ему оставим вот эту жилетку и посмотрим, что нам добавили вниз. Господи, лучше я бы на это не смотрела. Ну, зачем эти... Боже мой, мама дорогая. Нет, нет, нет. Я такое никогда не одену на своего Сима. Если только, не знаю, поприкалываться. Ну, зачем? Нет. В таких шортах, если только, знаете, как семейные трусы их носите. Хотя нет, это совсем не трусы. Это реально видно, что это брюки. И я бы такое не одела на своего Сима. И я такое точно на них не одену, на своих Симов. Если вот верхняя часть одежды мне нравится, то вот эти вот брюки как-то слишком смешные. Хотя в клеточку, да, в клеточку можно еще как-то носить, придумать что-то, что-то как-то с этим сделать. Но вот с этими цветочками это увольте, извините. У меня такси мы ходить не будут. Это слишком ярко, слишком вызывающе. О, смотрите, это под костюмчик. То есть, как костюм получается. И брюки, и жилетка. Но мне не нравится фасон. Фасон какой-то слишком... Во-первых, я не люблю вот эти вот укороченные брюки. Я не знаю, я не понимаю. Ничего не понимаю. Еще с женщинам как-то идет, но мужикам, не знаю, как подстреленные. Я этого не понимаю, поэтому мне такие брюки совершенно не нравятся. И расцветка, если честно, не очень. Поэтому я вот такое на своего сима точно не напялю. Если еще шорты в клеточку я могу куда-то придумать, то вот эти брюки, это точно мне никогда не пригодится. И одевать я их не буду. А вот верхние, верхние части одежды мне понравились. А, кстати, для мужчин ничего не добавили вниз. Поэтому пусть довольствуются только, я не знаю, брюками и верхней частью одежды. Я даже не знаю, что одеть нашему Джареду под... О, смотрите, какой костюмчик прикольный получился. Это, да, все можно использовать как костюм. Ладно, пусть пока будет так. Но, честно, я даже не знаю, что ему такое одеть, чтобы было красиво. Во, можно одеть вот это. Да? Что-нибудь такое. Так, и давайте посмотрим на обувь, которую здесь добавили. Потому что пишут, что вроде бы есть какая-то обувь для мужчин. То есть не пишут, а у меня горит желтенькое. Это значит, что добавили что-то новенькое. Или я ошибаюсь. Ребят, по-моему, я ошибаюсь. И это новенькое, да, это совсем не новенькое. Это с дополнение на работу. Так, все, по-моему, да, это тоже с дополнение на работу. Нового больше ничего нет для мужчин. Но, ребят, по-моему, что-то добавили для детишек, да. Да, наконец-то появилась одежда и прическа, по-моему, для детей, если я не ошибаюсь, поэтому мы сейчас посмотрим, какой мог бы родиться ребеночек у Джареда и у Эйприл. Ну, давайте начнем с девочки, вот она у нас такая, а, простите, мы же маму не выбрали, давайте выберем маму, и вот какой ребеночек сгенерируется, сейчас такого мы и оставим. Итак, девочка у нас будет, вот, девочка у нас появилась, давайте посмотрим, возможно, девочка будет совсем не такая, возможно, это будет мальчик у них родиться, но я просто хочу посмотреть на то, что добавили для деток, девочка, кстати, по-моему, похожа на Эйприл, если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим, две причесочки, ребят, у нас две прически, я думала, у детей только одна прическа, но девочкам добавили две. Очень милая прическа с короткими волосами, я обычно короткие волосы не люблю, но это мне очень-очень нравится. Давайте сделаем разные перекраски волос, чтобы посмотреть на прическу, но она очень-очень милая, и несмотря на то, что она короткая, хоть я и короткие волосы не люблю, но она очень классная. И еще вот эта просто милота, замечательная причесочка, да, вот наконец-то добавили хоть что-то для детей, потому что до этого детей как-то обделяли, в общем, девочка вышла просто суперской, и девочка сама красивая, и прическа красивая, ну что же, оставим ее тогда, раз она уже в маму пошла у нас, пусть будет в маму, я ее оставлю, и мы сейчас посмотрим на ее одежду. Ну, подождите, девочкам добавили только верх, да, добавили нам такую рубашечку, к сожалению, без цветочков, вот здесь можно было цветочки добавлять смело, да, здесь можно было цветочки, потому что девочкам такое идет, но цветочков, блин, не добавили, нижней части одежды тоже нет, но есть одежда в полный рост, и это платье, во, платье это классно, платье это круто, давайте посмотрим на платье, вот, да, такие платья, кстати, я потом просто посмотрю на эту девочку в молодом возрасте, мне просто интересно, на кого бы она была похожа, конечно же, ребенок, который родится у Джареда и у Эйприл, он вообще будет совсем не такой, но просто можно посмотреть теоретически, какой бы ребенок мог родиться у Джареда и у Эйприл. Так, вот еще одно платье, тоже классное и такое цветастое, все разноцветное, да, вот это мне тоже нравится, я даже не знаю, какое мне нравится больше, хорошо, что добавили платье для детей, потому что для девочек, потому что этого, правда, как-то не хватало, и то, что платье цветастое для девочек, это реально круто. Так, ну что ж, давайте вот эту, вот это платьишко оставим, обуви и аксессуаров, я так понимаю, для девочек не добавили больше, да, это все, что у нас появилось, и давайте посмотрим, наверное, на девочку, какой бы она была, когда выросла бы, и она сними шапочку и покажись, ребят, это вылитая Эйприл. Ну, да, если бы, ну, не совсем, конечно, что-то, что-то нижняя часть лица все-таки от Джареда, ну, вот, если бы она подросла и родилась бы такой, то выглядела бы, наверное, больше похожей на маму свою, давайте ей прическу на всякий случай изменим. Да, что-то есть от мамы, но губы это точно от папы, у этой девочки точно губы от папы, но так как это, ой, смотрите, и платье одела такое, какое ее мама носит. Давайте мы ее вернем в детский возраст, потому что мы все-таки каталог обозреваем. И давайте сделаем теперь сыночка, да, давайте сделаем мальчика для, не надо нам брата, а сестру, нам нужен ребеночек для Эйприл и для Джареда. Давайте теперь сделаем мальчика, и сейчас я тоже нажму один раз, и сгенерируется ребеночек, я надеюсь, что он будет похож, ну, хотя бы он будет рыженьким, как папа, и будет похож больше на папу. Ну, что ж, выберем мальчика, мальчик у нас, блин, не рыжий, к сожалению, давайте его сделаем рыжим, фиг с ним, потому что что-то как-то мне не везет. Вот, я надеюсь, что все-таки у Эйприл родится рыжий ребенок, а вот глаза у него как у папы. Так, ну что ж, посмотрим на прически, вот такая вот у нас причесочка добавилась. Кстати, мальчик мне, честно, не очень нравится. Вот девочка, правда, сгенерировалась красивая у Джареда и у Эйприл, прям, ну, милашка, да. А вот мальчик как-то не очень, но мы потом посмотрим, как он, губы сразу вижу, что от папы, да, губы от папы. Посмотрим, как он будет выглядеть, когда, когда станет молодым, ну, стал бы молодым, потому что понятно, что ребенок будет совсем другой. Это же прическа, которая имеется у девочек, добавленная для мальчиков, то есть это одинаковая прическа, но девочкам она идет больше, хотя и мальчикам неплохо с ней. Давайте посмотрим на одежду, которую добавили для мальчиков, наверное, то же самое с рубашечкой, да, та же самая рубашечка, вот мальчикам цветастая как раз-таки и не надо. И все, ребят, для мальчиков больше ничего не добавили, вот это единственная рубашечка и все, довольствуетесь пацанери. Прическа у вас точно такая, как у девчонок и точно такая рубашка, все, больше вам ничего не добавили. И давайте мы посмотрим на этого мальчика, который... Вот он. Ой, боже, страшко я, Кейси. Ну, что же это такое? Ну, я надеюсь, что у Эйприла, у Джареда родится не такой ребенок. Вообще, я девочку хочу. Давайте ему бороду уберем. В общем, вот такой мог бы теоретически родиться ребенок у Джареда и Эйприл. Я надеюсь... Хотя, в принципе, знаете, ничего так. Да, и нормально. С другой прической и без этой бородки он выглядит прикольно, нормально. В общем, вот такие дети могли теоретически бы родиться у Джареда и у Эйприл. Но Эйприл у нас сейчас беременная уже. И мы в ожидании чуда, в ожидании маленького ребенка. Я надеюсь, что это будет девочка. И она будет очень красивая, такая же симпатичная, как и ее мама. У нас Эйприл замуж недавно вышла в династии. Вот она счастливая и довольная. Боже, какая она красивая, когда вот с этой прической. Я вот смотрю и думаю, может, правда мне сменить ей прическу и сделать эту? Ну, она у нас же взрослая, взрослая. Ну, наверное, ей не так будет взрослой с этой прической. Ну, ладно, я, ребята, еще подумаю. Да, буду я думать, буду гадать. Вот, и пока я с вами попрощаюсь и пойду записывать вторую часть обзора, где мы рассмотрим с вами мебель и все, что добавили в режиме строительства. Вот, в кассе нам добавили немножко, ну, множко-немножко, но я 20 минут наболтала, потому что у меня есть такая вот черта характера, что не могу я медленно все, то есть не могу я быстренько сделать обзор и все, я растягиваю и болтаю, и болтаю, и показываю, и рассказываю, и рот у меня не закрывается. Надеюсь, я вас этим не раздражаю. Все, ребята, тогда я буду заканчивать эту часть обзора, и мы с вами потихонечку переходим в режим строительства, и до встречи во второй части. Всем пока-пока-пока.